А теперь наш следующий докладчик Анна Хвостова, директор Екатеринбургского отделения HeadHunter. Я думаю, про HeadHunter все знают. Кто нанимал сотрудников через HeadHunter? Вакансии публиковал. Ну вот, намного больше людей, чем продавали свой бизнес. Так вот, Анна имеет огромный опыт команды образования, и сейчас она про это расскажет вам, поделится своим практическим опытом. Прошу. Добрый день, дорогие коллеги. Сейчас мою презентацию загрузят. Все как положено. Итак, меня зовут Анна Хвостова. Я представляю на Урале компанию HeadHunter, работаю я в ней уже 12 лет. И сегодня мы с вами будем говорить о том, как формировать команду. В чем, собственно, отличие команды от коллектива, от любого объединения людей, я думаю, вам известно. Но на всякий случай повторю. Просто коллектив, объединение людей – это товарищи, объединенные какими-то общими интересами. Кружок воздухоплавания. Что у нас еще может быть из примеров? Любители эсперанта. Все что угодно. А если это команда, то это обязательно люди, объединенные общими целями и задачами. Если мы с вами говорим… Да, я должна обязательно рассказать о том, кто мы такие. Это вы, скорее всего, это знаете, но тем не менее. Это то, что от нас всегда требует маркетинг. Вы знаете, что мы не кадровое агентство. Мы крупнейший джоп-портал. У нас сейчас в базе 33 миллиона резюме. Ну и, наверное, важнее всего сказать, что буквально 20 февраля у нас случился миллиардный отклик на вакансии на сайте. Сложно себе представить эту цифру, но вот миллиард раз люди откликались на вакансии, которые размещают у нас работодатели, в том числе, возможно, будете размещать или размещаете вы. Ну, а мы пойдем дальше. Я глубоко убеждена в том, что любой бизнес – это прежде всего люди. Чтобы не… Какие бы технологии вы не использовали, какое бы оборудование вы не покупали, если с ним не умеют работать ваши люди, весь этот бизнес теряет, собственно, весь смысл. И для малого бизнеса, для среднего бизнеса ценность напрямую коррелирует с тем, насколько ценны, насколько профессиональны его сотрудники. Как вы думаете, для крупного бизнеса цена ошибка в найме высока? А если это ключевая фигура? Очень высока. Если это ключевая фигура в крупном бизнесе, то ценой ошибки этой фигуры могут быть многомиллиардные потери. В малом бизнесе цена ошибки одного-двух сотрудников может стоить, собственно, всего бизнеса. То есть, конечно, это в деньгах несопоставимые потери, но я думаю, для любого собственника важны его бизнесы. И стоимость замены любого сотрудника на сегодня кто-нибудь знает? Ну, средняя такая стоимость. Нет? 1,25 целых оклада для линейного, самого простого сотрудника. И для топа эта стоимость может доходить до годового оклада. Плюс сюда еще можно включить то, что вы недополучили в качестве прибыли. Ну, я думаю, станет понятно, что лучше выбирать человека сразу же правильно. Как же это делать? Ну, в течение долгого времени я формировала для себя какие-то правила по работе с командой. И знаете, какой вывод сделала? Что надо делать самым первым? Вот когда вы только задумывались о том, что вам нужен человек. Я считаю, что в первую очередь вам необходимо подумать над тем, а нужен ли он вам на самом деле. Дело в том, что я сталкивалась в своей практике с совершенно уникальными случаями. Ближе микрофон, да? Я сталкивалась в своей практике с самыми уникальными случаями. Например, вот последний был, когда искали экономиста по договорам. С этим столкнулся мой коллега, и он задает вопрос. Что за такая странная должность, экономист по договорам, и что он должен делать? На что заказчик ему говорит? Ну, он должен смотреть в договор и сравнивать цены, которые менеджеры там прописывают, с себестоимостью. Чтобы они там не написали чего-то не того. Коллега мой почесал затылки и говорит, это все? Нет. А еще он должен следить за тем, чтобы договоры, еще ближе, да боже мой, за тем, чтобы договоры, которые с пролонгацией вовремя продлевали, вовремя там связывались с клиентом, то есть, ну, чтобы мы не теряли деньги. На резонный вопрос, слушайте, а может, это будет делать автоматика? Может, это вот как-то можно автоматизировать? Может, это не нужен человек вам в штате? Очень удивился его собеседник, ну, задумался, не знаю, что он там в итоге сделал. Так вот, первое, что вам нужно понять, на самом ли деле вам нужен такой человек? Если вы все-таки поняли, что он вам нужен, то я бы порекомендовала пойти вот по такому пути. Попробуйте сами себе объяснить, чего вы хотите от этого сотрудника. Прямо продолжите эту простую фразу. Я хочу, чтобы он… Ну, давайте на простом примере. У вас есть, предположим, вакансия курьера. У многих она есть? На сайтах, наверное, есть? Да, есть. Попробуйте в цифре описать, что он должен делать. Давайте я вам даже помогу. Мне нужен курьер. Я хочу принять на работу курьера, который будет в течение 8-часового рабочего дня совершать не менее 5 поездок по таким-то районам города и, собственно, что? Выполнять мои поручения. Затем я предложила бы вам подумать над тем, какие три самые важные задачи он будет решать. В случае с курьером попробуйте три задачи. Сохранность груза обеспечивать. Нет, я про задачи. Я пока не про качество. Все верно, оперативность важна. Но задачи? Доставка грузов с охранными. Еще. Контроль чего? Всех процессов, связанных с доставкой, да? Ну, хорошо, я бы добавила третьим, наверное. Он может вам давать обратную связь. Правда? Такая хорошая достаточно компетенция, которая вам очень поможет понять, что думают о вашем товаре, услуге ваших клиентов. Итак, после этого можно понять, какие знания и навыки ему необходимы. Он должен уметь хорошо водить машину, быстро, оперативно, да? То есть он должен знать хорошо городские улицы, достаточно хорошо, знать, куда, где можно объехать. Он должен... Что еще? Что еще он должен знать обязательно? Это пока про знания. Желательно, чтобы он знал какие-то основы документа оборота первичного. Вам желательно, чтобы еще что он знал? Ну, наверное, немного ваш товар, услугу все-таки, да? Хотя бы немножко. И из этого мы уже строим его личностные качества. Вы совершенно правы. Он должен быть честным, добросовестным. Он должен быть каким? Ну, не тормоз, да, наверное, все-таки. Достаточно таким быстрым в реакциях. Он должен быть коммуникабельным, раз мы хотим, чтобы он что-то рассказывал вам о товаре, общался с клиентами и не портило вас впечатление, как минимум. Ну и так далее. То есть вы схему поняли, да? Вот лучше идти вот таким образом. От вашей мечты, от вашей цели, к его задачам, через них к его знаниям и навыкам, и уже от этого к его личностным качествам. Все остальное вторично. Все остальное может проистекать из этого. У вас могут быть свои акценты, но и об этом чуть ниже. Дальше вы должны расставить приоритеты. То есть когда вы все это описали, вот этого идеального вашего курьера, посмотрите и подумайте, может, вы ангела ищете. Может, такого не бывает. И попробуйте расставить приоритеты таким образом, что совершенно необходимо для этого человека, что было бы желательным, а что, в общем, не имеет отношения к делу и вам кажется важным просто почему-то. Очень важно проранжировать эти вещи. И когда вы будете принимать решение, отдавать себе отчет в том, как и почему вы делаете выбор. Ну, а дальше все, собственно, просто. Нужно понять, где и кем сейчас может работать человек, который вам нужен. И в случае с курьером это может быть кто? Студент. Пенсионер. Без проблем. Я могу сказать, что одна моя родственница, сидящая сейчас в декрете, работает курьером. Прекрасно работает. Просто у него день разбит на такие коротенькие кусочки. Работает курьером. Доставка пиццы. То есть понять, где эти люди водятся сейчас, чем они занимаются и какую примерно зарплату они могут получать. Как это узнать? Зайти на любой работный сайт. Могу вам сказать, что на сайте HeadHunter, например, сейчас реализована функция, когда вы вакансию размещаете и вводите заработную плату, вам подсвечивается циферка, показывающая средний уровень зарплаты по этой должности. То есть любыми способами, возможно, вы пользуетесь, чтобы понять, сколько ему платить. Человеку нельзя переплачивать, но и недоплачивать весьма опасно. Далее, как он может искать работу? В газете. Много видели студентов, читающих газеты? Я не видела. Социальные сети. Да. Джобсайты. Да. Ну, может быть, где-то еще какие-то наружные носители. Вполне вероятно. Хочу сказать, что джобсайты сотрудничают плотно с соцсетями и с всевозможными другими носителями и размещая вакансию на одном из них, вы можете интегрироваться и с другими носителями тоже. Причем все это хорошо отработанные такие вещи. Ну, и, может быть, вы этого человека уже знаете. То есть старайтесь, когда вы видите хорошо работающего человека, человека, который кажется вам подходящим, брать его контакт, ну и в будущем с ним связываться. Итак, почему не стоит делать вот таких вещей? Ну, во-первых, потому что ваша целевая аудитория, скорее всего, этого уже не читает. Во-вторых, по такому объявлению сейчас придут люди, явно не владеющие никакими современными технологиями, интернет-технологиями. То есть они не смогут адаптироваться к вашему документообороту, скорее всего. Ну и в-третьих, это люди, которые обычно уже отчаялись, больше ничего нигде не нашли, и вот они, значит, вот таким образом пытаются себе найти работу. Но понятно, что это утрированное объявление, тем не менее, впечатление о вас складывается в том числе и на основании того, где размещена вакансия о работе. Если это солидный ресурс, то и доверия к вам гораздо больше. Выходя на рынок, вы конкурируете с очень большим количеством серьезных компаний, крупных компаний, которые делают, между прочим, вот так. Это крупные компании. И все они занимаются сейчас бренд-неймингом. То есть все они стараются усилить свои позиции как работодатели, улучшить впечатление о себе как работодатели, найти каналы подхода к аудитории соискателей и донести до этой аудитории то, что они хотят. Причем это делают, в общем, практически все. Что необходимо еще учесть? Когда соискатели ищут работу, они имеют возможность в выборе вакансии поставить галочку, не показывать вакансии. Без чего? Без зарплаты. Здорово, правда? Если ваша вакансия без зарплаты, она может просто не попасть в зону внимания вашего потенциального сотрудника. Работать бесплатно, разумеется, никто не хочет. Всем хочется понимать, сколько они смогут зарабатывать. Да, вот эта самая галочка внизу. Скрыть вакансии без указания зарплаты. Она есть. Наверное, не будем содерживаться долго на этом слайде, потому что здесь скорее речь о том, что пути, по которым к вам могут прийти ваши потенциальные кандидаты, достаточно разнообразны. И реферальный или рекомендательный рекрутинг – это один из них. Вы можете своим сотрудникам давать какие-то плюшки за то, что они приводят людей, которые отработают у вас потом какое-то количество времени. Родственники, знакомые – это понятно. Кадровое агентство. У кого-то был опыт работы с кадровым агентством по подбору персонала? Да, это очень единичный опыт, и это понятно. За их услуги необходимо платить, и платить немало. Тем не менее, если вы столкнулись с очень сложной позицией, наверное, имеет смысл подумать и о таком способе. Крупные компании, профессиональные чары считают так называемую воронку для того, чтобы спрогнозировать затраты на поиск персонала и понять, в какие сроки за вакансия может быть закрыта. Если вы начнете сейчас вести такую воронку, анализируя и фиксируя, сколько резюме вам необходимо просмотреть для того, чтобы принять на работу одного человека, то в дальнейшем вы сможете прогнозировать свое время и свои ресурсы для дальнейшего найма. И, понятно, работать над тем, чтобы эта воронка, как мечтают все рекрутеры, превратилась в трубу. Тут то же самое, что и с продажами. Что касается собеседования. Хочу сразу же снять напряжение и сказать, что, коллеги, нет людей, которые правильно и быстро оценивают всех. Ошибаются буквально все. Самый опытный рекрутер, самый опытный HR может ошибиться. Это не страшно. Хуже, когда вы упорствуете в своих ошибках, хуже, когда вы не пытаетесь развиваться в этом направлении. Что, на мой взгляд, должно быть в идеале? Собеседование, которое любят нас проводить некоторые наши коллеги и называют его стрессовым, это прямой путь к потере кандидатов. Это прямой путь к потере репутации на рынке. Пожалуйста, не то, что не злоупотребляйте, не пытайтесь проводить стрессовое собеседование. Не имея диплома хирурга, вы же не будете делать операцию по удалению аппендицита, да? То есть стрессовое интервью – это инструмент в руках строго профессионалов. И это на минуточку обязательное предупреждение кандидата о том, что с ним будут проводить стрессовое интервью. Если вы хотите выяснить стрессоустойчивость, можно пользоваться целой кучей других способов и возможностей. Поверьте, для этого не нужно подпиливать ножку стула или обливать кандидата водой, или заставлять его ждать 20 минут собеседования. Вы только ухудшите впечатление о себе. Вопросы бывают разные на собеседованиях, кандидаты их чаще всего знают. Волшебного списка вопросов нет. Это хорошо. А если нет волшебного списка вопросов, то как тогда быть, как вы думаете? Как оценивать кандидата? По его опыту предыдущему, да? Ну да, можно так. Можно по его предыдущему опыту. А если это начинающий сотрудник? Если он ничего еще не умел и не делал? Как? Чек-лист вопросов, да? Я рекомендую коллеге понять сначала, какие компетенции и личностные качества вы хотите оценить, а потом представить себе ситуации, в которых эти личностные свойства и навыки проявляются. Эти ситуации либо моделировать, либо задавать вопросы вокруг нее. Причем поделюсь таким хорошим профессиональным лайфхаком. Есть категория вопросов, которые называются проективными, и они дают гораздо чаще больше информации для рекрутера, чем прямые. Ну, допустим, а не воруете ли вы? И кандидат скажет, что конечно ворую. Нет, да? Если вы спросите, а как вы относитесь к тому, что на предприятиях там такие-то люди, допустим, кладовщики, подворовывают? Или, как вы считаете, чем можно оправдать случаи, когда сотрудники что-то воруют? А что можно своровать на предприятии? То есть это вот такое поле для рассуждений, слушая которые, вы можете делать для себя вывод. Я вас уверяю, нет людей, которые никогда не врут. Нет людей, которые никогда не воруют. Потому что хотя бы скрепку с предприятия, хотя бы случайно, уносил когда-то каждый, правда? Что еще важно заметить? Ну, есть целая категория вопросов по поводу, кого вы больше любите, кошек или собак, чай или кофе, кто вы по гороскопу. Вы удовлетворите свое любопытство, это прекрасно. Но если вы упустите хорошего продажника из-за того, что по гороскопу он рыба, а он уйдет к вашим конкурентам и сделает им хороший оборот, ну, я думаю, что вам будет неприятно, как минимум. Все эти вещи имеют место быть, они могут быть важны, но нельзя на их основе принимать окончательное решение. Возможно, это нужно учитывать, если вы в это верите, если вы этим пользуетесь. Ну, и, конечно, есть кандидаты, которые профессионально ходят на собеседование, так называемые профессиональные кандидаты. Вот это список самых распространенных вопросов, которыми, в принципе, можно пользоваться, но будьте готовы к тому, что кандидат подготовился, и он на эти вопросы даст вам самые правильные ответы. Не сказать, что таких кандидатов очень много, но они, конечно же, встречаются. Я еще раз хочу подчеркнуть, что вообще не важно, какие вопросы вы задаете. Важно, как вы интерпретируете ответы. Важно, что вы слышите в ответах ваших кандидатов. По сути, опытный рекрутер, которым вы непременно станете, проведя собеседование примерно 20-30, опытный рекрутер может сделать выводы на основании вопроса о том, какие там сорта огурцов растут у кандидата на даче. Из этого вопроса и ответа человек сможет сделать вывод внутренний или внешний локус контроль, то есть способен ли человек брать на себя ответственность или во всем виновата что-то другое, здоров ли он, энергичен ли, ну и так далее. Что касается соцсетей, которые непременно используются для контроля того, что вы услышали. Опять же, на основе их принимать решения ни в коем случае нельзя, но посмотреть бы не мешало. Вот это всем известный, наверное, случай, все его знают, да? Кивните, пожалуйста, кто знает. Это история о стюардессе, которая в соцсетях, стюардесса, между прочим, не больше, не меньше, как Аэрофлота, когда у нас упал Суперджет, опубликовала такой неприличный практически комментарий, после чего ее быстро уволили. Справедливость ради, надо сказать, что она быстро нашла работу где-то в шоу-бизнесе, но вот в компании такие вещи, конечно, неприемлемы. И если вы у потенциального кандидата видите проявление какого-то цинизма профессионального или там личного, если он нелицеприятно отзывается о компании, тем самым роняя ее имидж, подумайте над тем, нужен ли вам такой человек. Может быть, он просто еще молод и в силу своей молодости не понимает, что он делает, но на это нужно обратить внимание. Другой вопрос, как поступать с поведением ваших сотрудников в соцсетях? Ведь выложить-то могут сейчас все, что угодно. Это раньше компания могла сказать, мы крутые, мы там динамичные, мы там за справедливость и все прочее. И этому мы более или менее верили. А сейчас любой сотрудник выложит в сеть любую фотографию или любой факт, и все. И репутация уже пошатнулась, да? И компания уже думает не так. У нас достаточно большой опыт у нашей компании введения аккаунтов в соцсетях сотрудниками, и мы можем сказать, что в этом деле очень важно то, что мы не можем контролировать, возглавить. Не можем контролировать, возглавляем. То есть ведем аккаунт собственный в соцсетях, разрешаем вести аккаунты всем сотрудникам, но договариваемся на берегу о правилах. Ребята, все можно, но вот это и вот это я не потерплю. И договариваться об этом сразу же. Вот это, на наш взгляд, достаточно хороший способ, который позволяет и не делать из компании какую-то лакированную картинку, ничего не скрывать, и создавать образ живой компании. Это крайне важно. Сейчас люди перестают верить рекламным слоганам и очень верят тем людям, которые работают в этой компании. Сотрудника, которого вы приняли, необходимо обучить. И здесь нужна система, которая позволит вам не страдать от потери даже ключевого сотрудника. То есть вы должны обязательно обладать всем пулом знаний, пока у вас компания маленькая, которым обладают ваши сотрудники. В случае их ухода вы можете обучить нового. В дальнейшем эту функцию можно будет кому-то перепоручать, но опять же контролируйте, что происходит. И еще забыла упомянуть, обязательно, если у вас будет сотрудник, который ведет собеседование или сам принимает себе людей, обязательно приходите на собеседование хотя бы иногда самостоятельно. Потому что иначе может получиться такой эффект матрешки, когда ваш руководитель отдела продаж берет себе продажника заведомо слабее, чем он, потому что он боится, что тот его подсидит. Не берите людей слабее, чем вы. Иначе получится, что в конце концов выродимся до мышей. Сотрудника необходимо обучить. И при этом, конечно, важно сократить издержки. Начать можно с самого простого. Начать можно с того, чтобы понять, какую зарплату им уплатить, как мы уже говорили. Можно обратиться к сайтам, можно обратиться к специальным сервисам, которые собирают зарплаты. Важно, чтобы вы попали вот где-то в серединку. Если вы начинающая компания, возможно, вам придется платить чуть выше рынка, чтобы перекупить готового специалиста. А может быть, вы можете взять дешевле начинающего, всего ему обучить. Всего ему обучить. Нет, всему его. И он у вас будет потом набирать уже под себя какой-то штат. Как мотивировать людей? Ну, на самом деле, как ни странно, самый лучший мотиварь для человека, кроме денег, это знаете что? Похвала. Все верно, но похвала на третьем месте. На втором месте еда. Серьезно, это исследование ученых, нейробиологов. Похлова. Да, похлова. То есть сначала похлова, а потом похвала. Но вы не можете постоянно кормить сотрудников, правда? И нерентабельно, и для здоровья, наверное, не очень полезно. Поэтому, да, очень важно людей хвалить. И делать это как минимум раз в неделю. Это исследование не британских ученых, а института Гэллоп. Хвалить хотя бы раз в неделю. Как это можно делать? Кого-то можно похлопать по плечу. Женщину, наверное, тоже можно похлопать по плечу, если она не против. Но лучше, наверное, высказать вашу благодарность при всех. Правда? Приятнее, когда твои заслуги признают коллективно, прилюдно каким-то образом. Можно написать благодарственное письмо. В случае с молодыми людьми можно написать благодарственное письмо даже его родителям. Эффект бешеный. Потом родители приходят прямо чуть не со слезами на глазах и говорят, это первая работа, которая нравится мне. Мой ребенок прекрасно здесь работает. Они же на самом деле еще дети 18-19, там 20 лет. Дальше что еще можно сделать? Family day в компании, когда приходят дети сотрудников, мужья, жены сотрудников. И там у нас, например, это делается регулярно в компании. Дети раз в год разносят вообще все. Пару раз сломали у нас кресло генерального директора. Ну, это вот такие вот вещи, которые запоминаются, эмоционально очень важны и дают ощущение вот этой командности. Можно устраивать коллективные походы на футбол или вместе играть, заниматься каким-то спортом. В одном из филиалов у нас практикуют караоке, например. Ужин с боссом многие компании делают. Что еще? Ну, здесь очень большое поле, широкое. То есть этими инструментами важно пользоваться. Они придуманы не от жира, не от того, что делать больше нечего, а от того, что людям, кроме денег, важно еще очень много других вещей. И признание среди них, ну, прямо вот, делит популярность с деньгами. Ну, а если пришла пора с человеком расстаться, как нужно поступать? Кто-нибудь смотрел эти замечательные фильмы последних лет про увольнение? Склуни там и так далее, да? Увольнять нужно быстро, да? Это правда. Вы знаете, сколько случаев, когда я, мои коллеги думали, увольнять, не увольнять. Почему мы не увольняем на самом деле? Жалко? Жалко. И своих сил жалко, да? Вроде бы вложились в него. И его жалко, там, не знаю, ипотека, там, дедушка больной, все что угодно может быть. В этих случаях что нужно делать? Если вы видите, что человек не тянет, поговорите с ним, выясните, что происходит. Можете помочь? Помогите. Не можете помочь? Так и скажите. У тебя есть, там, две недели, два месяца, чтобы исправить ситуацию. К такому моменту мы должны добиться вот такого-то результата. Нет, значит, расстаемся. И уже приняв решение, тянуть не нужно, потому что, когда человек плохо работает, это видят его коллеги, и все они расслабляются, всем им неприятно, потому что они-то стараются работать хорошо, вроде бы получают одинаково, работают одинаково, да, а кто-то вот халявит. То есть в этих случаях нужно быть жестким. Потом вы будете сами себе за это благодарны. Но довольно важно перед тем, как человека уволить, все же поговорить с ним на тему, что его устраивало, что не устраивало. Независимо от того, почему вы его уволили, или он сам ушел. Это называется у профессионалов exit-интервью или выходное интервью. И здесь вы можете услышать много интересного. Практика показывает, что лучше делать это не в день увольнения, потому что человек обычно на эмоциях, а связаться с ними недели через две, когда волнения немножко улягутся. И откровенно попросить рассказать о том, что его устраивало, что нет. Если вы с этим человеком непосредственно не контактировали, можете услышать очень много нового. Коллеги, я завершаю. Наверное, рассказывать можно очень много и очень долго. Проще ответить на вопросы, наверное. Спасибо. 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 Спасибо.